Дорогие друзья, большинство из вас присутствовали на чтениях с самого начала, поэтому мы не будем особенно долго представлять людей. Мы даже на табличках их изобразили из титулов. Если кто-то не слышал сначала происходившее, вы можете взять вот там программу, и в программе написаны титулы каждого из слева сидящих от меня уважаемых людей. Сергей Георгиевич Ингевич Домов слева, да? Рядом с ним Алексей Зименко, Николай Рыбаков, такая пауза, Аскад Каюмов, Сергей Клада, Ольга Сенова. Часть присутствующих являются членами оргкомитета яблоковских чтений, часть являются просто лидерами движения или очень важными в нашем деле людьми. И я хочу сказать, что третьи яблоковские чтения – это такая большая вообще работа и большая надежда. Если вы читали программу, то видели, что мы предположили, что будет уместно назвать это теперь таким образом экологические решения в России «Взгляд в будущее». То есть речь идет уже не только о памяти, а о том, чтобы развивать идеи и дела, которые Алексей Владимирович занимали всю жизнь, и которые его коллеги и соратники продолжают, как мне представляется. И главная цель яблоковских чтений в консолидации сообщества в том, чтобы оно не растеряло своих сил. Сейчас мои слева сидящие товарищи по минуте расскажут о том, что им представляется важным в произошедшем. И дальше будут ваши вопросы, если они есть. Пожалуйста, Сергей Георгиевич. Я позволю себе оттолкнуться от того, что я уже говорил, и подчеркнуть значение образования, включающего и то, что теперь называется экологическое воспитание. Подчеркнуть значение горизонтальных связей между людьми. Благодаря этому человек эволюционировал, как мыслящие существа. И одна из главных проблем, один из главных пороков нашего времени – это увлечение вертикалью власти. К счастью, наш президент теперь это словосочетание не употребляет. Видимо, у него появился заолог-консультант, который объяснил, что вертикаль власти равнозначно понятию «самец альфа». И поэтому мы все-таки вуалируем это понятие. И в то же самое время во многих местах, в том числе и в системе образования, вот этот вертикаль власти, к сожалению, существует и доминирует. И вот то, что сегодня прозвучало, решение проблем охраны округающей среды, это в огромной степени проблема общества, проблема населения, которое живет на этой земле. И если мы отдаем все это в руки, так называемых, эффективных менеджеров, то в добром все это не кончится. И наша главная задача – это как-то поднимать активность общественную и ответственность людей за собственную судьбу. Спасибо. Прекрасная точка зрения. Альтилай Федменко. Вы правы, Владимир Ильич? Добрый день. Мне хотелось бы несколько слов сказать о сохранении живой природы, которая оказалась в тяжелой ситуации. Почему? Потому что за годы, поцсоветские годы, была разрушена система контроля в природе, исчез хозяин в лесах, стремительно сокращаются научные исследования, связанные с природными процессами. И так далее. И на этом фоне происходят мощные климатические изменения. И в итоге мы имеем чрезвычайно опасные уже сейчас события. Ну, например, на Таймыре существует популяция северных оленей, которая стремительно вымирает. Почему? А просто потому, что раньше стали вскрываться реки, через которые проходила миграция оленей, в том числе новорожденных. А безо льда новорожденные в этих реках просто тонут. В Белое море греландский тюлень уже потерял свое, как бы, свое место рождения своих детенышек. Потому что льды там уже настолько, местами пока, настолько слабые, что они не выдерживают сам. И так далее. Такие примеры происходят повсеместно. И в массовом числе. Последняя из них. Бабочка Аполлон в Московской области была обычной. Сейчас исчезла практически. Почему? Ну, потому что оттепель бесконечный. Она зимует в виде яйца в подстилке. И когда подогревает чуть-чуть, то бабочка в норме вообще сразу выходит на поверхность в виде гусеницы и питается. А тут она во время оттепеля как бы ошибается, вылупляется и погибает. Поэтому, к сожалению, биоразнообразие требует исключительных мер внимания и защиты сейчас. А в стране об этом очень мало кто думает. Николай Рыбаков. За ним Владимир Чапров. Спасибо, Татьяна Павловна. Друзья мои, сегодняшние Яблоковские чтения по совпадению проходят в день памяти жертв политических репрессий. Но то, о чем мы говорим сегодня, о тех проблемах, с которыми сталкиваются очень-очень многие люди в стране, оно говорит о том, что, возможно, скоро пора будет вводить в день жертв экологических репрессий. Потому что то, что происходит каждый год, который год за годом объявляется годом экологии или защиты окружающей среды, оно все говорит о том, что об окружающей среде заботится на самом деле все меньше. И Алексей Владимирович справедливо совершенно говорил об тех угрозах, том ущербе, который наносится в природе, как насекомым, животным, но не меньший ущерб наносится и человеку. Потому что при тех нарушениях, тех экологических преступлениях, которые совершаются, просто сокращается продолжительность жизни людей и ухудшается их состояние здоровья, качество их жизни. Поэтому, когда мы занимаемся той работой, которую мы ведем, мы не просто делаем важное для человечества дело, а важное дело для того, чтобы людям в стране жилось долго и лучше. Вот этим очень важно продолжать заниматься. Спасибо. Спасибо. Владимир Чупров. Я представляю организацию «Гринпис Россия» и выскажу свою точку зрения. Да, выскажу свою точку зрения по итогам того, что мы выслушали сегодняшнюю утреннюю сессию, того, что говорят мои коллеги. На сегодня мы живем в очень такую уникальную эпоху или время, когда фактически в годы, может даже в месяц сошлись совершенно разные течения. С одной стороны, социальные вещи связаны и с правами человека, с правами человека на право окружающей среды. Вещи связаны с попытками реформирования в том преобращении с твердыми коммунальными отходами. Вещи связаны с тем, что мы начинаем просто воочию сизать, что такое глобальное изменение климата для природы и для человека. И такой немаловажный момент, ну помимо политических процессов, которые мы все наслышаны, что на сегодня в стране сложилась такая непростая ситуация, особенно в энергетике. Я представляю энергетическую программу Greenpeace, когда свыше 60% всей инфраструктуры страны изношена. Об этом говорит президент, это тоже не секрет. Что означает, что на сегодня мы, с одной стороны, находимся в риске новых техногенных аварий и катастроф, не хочется сравнивать, но как бы и Чернобыльской тоже. С другой стороны, это уникальный шанс, что вот имея вот эту вот такую кризисную или предкризисную ситуацию, когда сошлись вот эти все тенденции течения, трения, напряженности, у нас есть возможность для страны нащупать, выбрать путь, когда мы можем более-менее спокойно выйти из сложившей ситуации с изменением климата и с токсическим загрязнением крови среды за счет того, что страна пойдет по другому пути, по пути внедрения новых экологических и климатических дружных технологий. Очень надеюсь, что сегодняшняя конференция внесет свой вклад в то, чтобы лица, принимающие решения, все-таки думали в этом направлении. У нас уникальный шанс. Мы можем поменять историю нашей страны. Спасибо. Каткоюмов. У меня сначала короткое предложение. На самом деле, скажем, в сфере речных перевозок 80% речного входа нуждается в немедлительной замене. Мы говорим, ребят, может, под это дело мы наконец смелим концепцию строительства рек от суда, прошла от суда, никому нужна уже новая, и начнем строить сюда, под реки. То есть, на самом деле, это не только в энергетике. Сейчас вся экономика страны в точке перфоркации. То есть, или мы сваливаемся в глубокий штопор с драматным количеством проблем и катастроф, или мы выходим на некую разумность. И вот тут мне бы хотелось продолжить тему, которую Николай Реваков затронул. На самом деле, в последние годы мы наблюдаем, что гибнет огромное количество экологических активистов. То есть, государство успешно за несколько лет, как оно думало, успешно, передушило общественные экологические организации в обзывах агентов, и в любую сумму, что экологический активизм никуда не хотелся. Мы видим сейчас, что бороться с ним начали уже просто тупо, а он же сажает физически. То есть, понятно, что когда люди объединяются в независимое объединение, я сам здесь представитель, сейчас независимое общественное движение «Экологический центр гроба». Нельзя в качестве артиуретические, нельзя просто тупо запретить, нельзя запретить людей в стране. Тяжело там, попробую, но тяжело. Поэтому пошел процесс очень тревожный, потому что в стране экологическая активность сейчас приобретает основной характер таких различных движений и объединений вокруг проблем. Чаще всего это теперь уже не юридические лица, и, к сожалению, вот эта беда, что наиболее активных в структуре стали убивать. Другого способа решения проблемы, к сожалению, наш бизнес не видит. И это серьезная проблема, в которой нам с вами еще предстоит объединяться, потому что мы видим, что вместо того, чтобы наложить диалог, нарастает процесс физического давления, в том числе и государственного, мы видели два дня назад фактически военную спецоперацию по перевозке на шельсе до урдензаводов. То есть это блокада зеленых пунктов. Мы уже до этого дошли, и вот это та реальность, которая, к сожалению, нам в ближайшие годы предстоит вот эту самую точку дефлюкации. Она будет сопровождаться ростом огромного количества проблем, потому что действительно во многих властях мы уже достигли предела, и вот все сыпется и будет сыпаться. Все это будет вызывать, естественно, рост общественной активности. И вот в этой ситуации, в ситуации, когда с одной стороны рост активности, с другой стороны, пока отсутствие понимания, что с этой активностью надо работать, а не душить ее, вот это то, в чем мы сейчас с вами находимся. — Спасибо. Здесь есть человек по фамилии Иванов и по имени Иван, который может рассказать, что есть, если кто-то не знает еще. Следующая — Ольга Сенова, потом Сергей Кладов. — Спасибо. — Мы с Алексеем Владимировичем Явовым взаимодействовали по проблемам Балтийского моря. К сожалению, за последние годы их стало еще больше, и сегодня в отношениях мы будем говорить о проблеме новой, но и очень актуальной, проблеме загрязнения морей пластиком и микропластиком. Больше 55% мусора, который мы находим на берегах, — это пластик. Микропластик, косметики в каких-то товарах, маленькие частички, отдельная проблема. Ежегодно 40 тысяч тонн только вот этого мелкого, мелких градов микропластика из косметики попадает в Балтику. И эта проблема, она напрямую связана вообще с проблемой отхода, вот с самой горячей нашей темой этого года, которую Россия пытается решить, и продекларированы определенные шаги. В цивилизованном мире основой вместе является иерархия обращения с отходами. Сначала надо сделать все, чтобы отходов образовывалось меньше, чтобы просто не было. Потом те оставшиеся отходы, которые все-таки появляются, нужно максимально использовать вторично. То, что не удается использовать вторично, нужно переработать. То, что не подлежит переработке, надо рассматривать технологии получения энергии из этого. Только то, что не получается четырьмя первыми способами утилизировать, можно захоранивать с определенными правилами безопасности. И самый последний путь — это сжигание просто для утилизации, для обезбреживания. И, по идее, вот эти два последних пункта, они должны стремиться к нулю количеству отходов. Пока у нас продекларированы эти подходы, они не работают. И мы считаем, что надо добиваться того, чтобы, во-первых, было сделано то, что продекларировано, с раздельным сбором, с уменьшением количества отходов. И сейчас общественная организация Чехияно-Российского социального и экологического союза готовит позицию по обращению с трудными коммунальными отходами, где, во-первых, настаивают на следовании вот этой иерархии, на законодательном ограничении годового пластика, на разовых товаров, в первую очередь, пластиковых пакетов, на усиление ответственности бизнеса за снижение отходов путем оборотной тары, путем ресурсов, берегающих технологий, и на общественном контроле всех процессов, связанных с обращением с отходами, в том числе тех, о которых говорил Асхан, потому что эта проблема вызывает горячие ситуации. Вместо того, чтобы в первую очередь работать со снижением отходов, на самом деле 200 проектов в стране направлены на создание новых полигонов, в том числе, куда экспортируются отходы, собираются экспортировать отходы пекополисов, как на Шересе и в Карелии есть такие планы, и строительство мусоросжигательных заводов. То есть иерархия, продекларированным образом на практике, она вывернута совершенно наизнанку, и вот с этим нужно бороться всем. Вместе принимается позиция общественных организаций, и регионы объединяются, и даже на Шересе работают люди, не только там, и в Гелгородце. Эта тема объединяет сейчас очень многих людей по всей стране. Спасибо, Ольга. Сейчас будет говорить Сергей Кладыча по порядку последний, но по-настоящему, может быть, первый, потому что он является членом семьи Алексея Владимировича. К сожалению, Гельбарна Николаевна не смогла с нами быть. Его жена, друг, их соратник, а вот Сергей с нами, и он расскажет о том, чем занимается иероблогов фонд, и что вообще происходит рядом. Спасибо. Спасибо за представление. На самом деле у нас, конечно, все более благополучно в этом смысле, и я бы не хотел даже, чтобы какие-то позитивные вещи, о которых я буду сейчас рассказывать, маняли в коем-то мере важность вот того, например, о чем говорил Асхат Каримов, потому что проблема, к сожалению, общая проблема существует, и все, есть ощущение, что как бы все потихоньку катится под атмос. Вот. А у нас как раз все происходит, значит, музей в деревне Петрушева, дом в деревне Петрушева, о котором мы говорили уже давно, и в том числе удачное, это гений места, продолжает развиваться, там появляются новые экспонаты, я подробно там буду рассказывать о своем выступлении, как это будет в конце дня. Мы также передаем часть интеллектуального наследия, например, в такие другие организации, например, в научно-обосновую библиотепу, было передано порядка 700 книг, это коллекция по определенной тематике, несмотря на то, что специализированную библиотеку, у них там было 156 книг, вот еще 800-как передали, был такой яблоков в тень на Камужской земле, в Дарганской библиотеке, потому что там она будет введена в научный оборот, там к ней будет лучше доступ, и мы осознаем, и стараемся какие вещи делать. Вот в Дарганский музей сейчас уйдет уже вторая фанборка, там коллекция Марк по флоре и фрауне, и так далее. Значит, поскольку я директором яблокофонда, наверное, сказать, это формально-юридическое лицо, оно не является негативным, и у него нет угроз как у юридического лица, наверное, связано с тем, что через его счетания такие деньги и проходят, кроме тех, с которым мы, собственно, оплачиваем содержание маркманского счета, там ноль абсолютно на счету, и нет никаких программ по поиску средств, соответственно, нет никаких расходов, которые были бы с этим связаны. Но фонд существует скорее как, несмотря на то, что это юридическое лицо, скорее как такая организация единомышленников, ну и, конечно, дом, вот куда можно приезжать, и люди уже начали это делать, и чему я очень рад. И мы все тоже очень рады. Конечно, я хочу сказать, что Девара Николаевна и есть, собственно, на этот самый фонд, она и делает основную часть работы, организовывает это мероприятие, и работает с наследнием. Ну, так, как, наверное, должна была бы делать. В общем, не знаю. Все, большое спасибо. 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 Прежде чем Вы зададите вопросы, я просто хочу сказать, что здесь есть люди, если не здесь, в соседнем помещении, которые приехали из Анапы, из Ейска, из Красноярска, и поэтому вопросы можно задавать по географии России. Пожалуйста. Лина. Лина Зернова. Я задумала существующие темы, Володя. Володя, расскажите, пожалуйста, приразломное месторождение от этой платформы, она оправдала себя? Я просто слышала о том, что она там как-то то ли закрыта, то ли на грани закрытия. То есть там какой-то провал. Так ли это? Прокомментируйте, пожалуйста. Да. Платформы приразломные. Все помнят историю 2013 года, когда часть сотрудников Greenpeace International, Greenpeace России, оказались за решеткой. С 2012 года платформа работает в режиме промышленной эксплуатации. Платформа не вышла на заявленную нефтедобычу. У платформы проблемы с утилизацией попутного нефтяного газа. Специально для нее были сделаны льготы для того, чтобы разрешить ей сжигать без штрафов попутный нефтяной газ. То есть под нее увеличили льготы, которые она получила вначале, потом еще увеличили. Например, у нее было 50% таможенная пошла, но сейчас она нулевая. То есть делается все, чтобы платформа экономически могла в прямом переносном смысле выплывать. Но тем не менее нефть она дает, потому что это символический проект, по многому личный президент Российской Федерации. Но хорошая новость заключается в том, что попыток его повторить нет. Я думаю, что как раз вот тот опыт, в основном печальный, который говорит платформа, во многом останавливает и российских, и зарубежных нефтегазовых компаний, и в теме, в первую очередь, компаний, от повторения и расширения нефтедобычи на арктическом шельфе. Про наземную часть я уже говорил сегодня. Ау, Екатерина Кольцова. У вас точно был вопрос, и где? Друзья, там где-то микрофон должен быть, вот ходит микрофон в зале. А можно микрофон сказать? Вот здесь был микрофон только, что никто не видел. Что это было? А у меня вопрос, тема вот, как-то я не слышу, чтобы я не могу, я бы как-то молотый. От нашего полутина получил какую-то помощь воводу 12 зеленых насаждений. Сейчас в Петербурге новая волна поддержки у нас тут сменили. Это товарища сговорящей, фамилия Руглевский. И, видимо, придет Доловский, как у них на его место. А деревья в стране тоже. Если кто не в курсе, просто план такой, заменить все зеленые насаждения в городе. Ребята, к вам в Москву это тоже придет. Заменить все, срубить, старт-трофорские клеи это враги народа. Это транскисты. Их всех надо искоренить и каждый год сажать новые саженцы на этом месте, с мытыми корнями. Вот эта схема, минеральная. Вот от вас идем. Если бы вам в Москве это было ко мне, то ко мне все-таки считают, что Петербург. Вот. Но Москва, безусловно, тоже от этого страдает, от желания все вырубить и все разделить. Я приведу это. На мой взгляд, эту проблему нужно решать путем передачи контроля за зелеными ценосождениями на местный уровень. на уровень муниципалитетов. Потому что в Петербурге сейчас этого нет. Фактически, и муниципалитеты получают для реализации программ от компенсации расходов при вырубке зеленых насаждений. Я посмотрел бюджет муниципалитетов. В лучшем случае это 20, 30, 40 тысяч рублей в год компенсации за проведенные на территории вырубки. И это совершенно невозможно. А городским комитетом, сейчас, поэтому все средства уходят в город эти. И город уже дальше распоряжается делать, что высадить. В том числе, это решает... Конечно, конечно. А решают они это очень просто. Я могу сказать, что какие у вас... Нет, ну... А не сами себе платят. Правильно, но муниципалитет вы можете проконтролировать. В большинстве... Ну, и город, ну, и город не... Ну, и город тоже самое, что нельзя таким же образом нельзя проконтролировать. То есть, с одной стороны... оспаривать порубочный билет на уровне общественных организаций. Мы должны бороться за педение юридического механизма оспаривания. Дерево должно иметь право на апелляцию, как в республике. Второе, что первое, на мой взгляд, надо ниже все-таки спустить уровень работа по компенсации восстановительной. В том числе, и потому, что сейчас делается все на уровне города, и зеленые насаждения измеряется в размере города. Вот у нас есть порубочный район, который нам дает пока, к счастью, для масштаба города, зеленые насаждения в проценте. А то, что в центральных районах, в спальных районах не хватает зеленых насаждений, это город не очень интересует, потому что в целом по городу получается не такая плохая статистика из-за наличия зеленого пояса. Про порубочные билеты, безусловно, в общественных организациях должно быть такое право. И мы очень давно, вот так сказать, даже не то, что законопроект, я вам сейчас расскажу большую историю. Хорошо бы это, кстати, включить в итог наших слушателей. Мы, билоны, долго добивались того, чтобы были внесены изменения в процессуальный кодекс, в общественных организациях появилось право выступать в судах в защиту неопределенного круга лиц. Добивались при первом Путине, потом при Медведеве, если кто еще помнит, кто такой. И потом Путин, когда вернулся, в первом же послании, не знаю, что уж там такое случилось, он ровно здесь сказал, что мы ему писали, что дать организациям, прежде всего, экологически выступать в защиту неопределенного круга лиц, потому что в суде доказать общественной организации, как нарушены ее права, очень сложно. И что случилось после того, как Путин сказал это в своем послании в 2012 году? Это не попало даже в перечень поручений по итогам посланий. И когда мы обратились в администрацию президента, нам сказали, что, вы знаете, послание президента не стоит трактовать так буквально, что совершенно не факт, что все, что там сказано, оно будет написано в поручении по итогам посланий. Поэтому добиваться право общественных организаций экологических обращаться в защиту неопределенного круга лиц, это очень правильно продолжать дело. Спасибо. Есть ли вопросы? У меня вопрос, я не знаю, кто ответит. По поводу территории особого опережающего развития. Потому что мы этот вопрос не понимаем, а вот у нас в Волгоградской области и Михайловский район под этим под эти территории, куда числа свящая китайцы, где изменилось законодательство под них, вот у меня просто вопрос кто этим занимается может подвесить. И чем это еще? Илья Васильевна, я коротко скажу, что первое, что этим заниматься безусловно нами. вот я, на всех наглядь, Яблоков еще сказал, что нужно делать, потому что много было разговоров о том, а какие экологические законы надо принять, а что надо изменить. Яблоков очень просто на этом причал. Надо первым законом отменить все, что было принято начиная с 2000 года в области экологии. Вот отменить все уже будет хорошо, если мы вернемся к состоянию законодательства 2000 года. Почему это делается? Очень тоже понятно, потому что, если вы помните, сколько мы трубили и дальше, вот доклад витишко привез Евгений сзади лежит про Сочи принять закон к Сочинской Олимпиаде к чемпионату мира по футболу, который позволял до сих пор взимать земли у граждан, находящиеся у них в собственности, в случае государственной по муниципальным нуждам. Но про район Волгоградской области сложно придумать, что там, какие нужды, какую там Олимпиаду надо провести. Для того, чтобы это не придумывать, придумали новую территорию опережающего развития. Вот это уж любую территорию таким образом под это подвести. Поэтому тут, думайте, надо просто отменять нужно это законодательство. Дорогие друзья, пока вы собираетесь с мыслями, вот по нашей просьбе Владимир Чупров прочтет такой проект нашего обращения, он такой вполне как бы лаконичный документ. Володя, у вас хорошая дикция? Постараюсь. Да. То есть это документ, который будет не только обсуждаться, но и дополняться, вероятно, какими-то региональными примерами. Пожалуйста. Третье яблоковские чтения в Петербурге экологические решения в России взгляд в будущее 30 октября 2019 год Санкт-Петербург заявление. Мы, участники третьих яблоковских чтений в Петербурге 30 октября город Санкт-Петербург представители природоохранных и научных организаций, обсудив основные наиболее острые социально-экологические проблемы в России и возможный путь их решения заявляем. В последние годы в России приняты принципиальные решения в области экологической безопасности и охраны природы. Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года национальный проект экологии о принятии Парижского соглашения по климату и другие. Тем не менее, экологическая ситуация в стране продолжает стремительно и неуклонно ухудшаться, о чем свидетельствуют в частности чрезвычайно опасные и симптоматические явления, например, катастрофические пожары на воде в Сибири, обмеление рек и других водоемов, социально-экологически неприемлемые промышленные проекты, порт Приморский, полигон твердых бытовых отходов в Шиесе, Филипповском лесу, Ликино, Долео и многие другие, мусорожигательные заводы Московской области, Татарстане и других регионах. Разрушительные регионы, градостроительная политика и практика, такие, как реновация в Москве, благоустройство городских и природных территорий, озеленение территорий и так далее. Непрофессиональная и коммерчески одобренная однопокая политика и практика области сохранения живой природы, такие, как развитие туризма на территории заповедников, чрезвычайно низкое финансирование исследований природных процессов, реорганизация в системе особо охраненных природных территорий, коммерческий отлов белух, косадок и так далее. Испочтение преследования гражданских организаций и игнорирование властью содержательных диалогов с обществом. Учитывая продолжающуюся деэкологизацию практически всех сфер российской жизни, неспособность государственных органов справиться с нарастающим валом экологических проблем, декларативный характер экологически ориентированных намерений и проектов призываем президента и правительства России обратить внимание на принципиальные стратегические вопросы, требующие решения, принятие безотлагательных мер для их последовательного решения. Принятие каких-либо экономических решений должно иметь приоритет сохранение живой природы, единственного и незаменимого основания экологической безопасности страны и населения. Решение климатических проблем, усиливающихся каждым годом, невозможно без формирования энергоэффективной, малоотходной, социально ориентированной и экологически обоснованной экономики. Сохранение природы на обширной территории России невозможно без создания специально органам госуправления Министерства экологии Российской Федерации. Повышение уровня профессионализма и экологической ответственности насущное требование к органам госуправления, воплощение которого невозможно безадекватной подготовки кадров в системе среднего и высшего образования, развитие экологического образования. Финансирование природоохранных мероприятий должно быть принципиально увеличено, при этом необходимо сформировать эффективную систему контроля расходования экологических средств. Восстановление полноценного диалога российского общества с властью, необходимые условия решения современных экологических проблем, масштаб и разнообразие которых беспрецедентно опасны. Спасибо. Все, кто зарегистрировал, получат текст, если бы оставили свои электронные адреса. Лина, да? Лина, пожалуйста, пожалуйста, я вам не могу сказать. Никогда не могу сказать, Игорь Игорьевич, скажите, пожалуйста, можно ли мы надеяться на то, что основные документы, которые будут есть на резолюции яблоковских чтений, партия яблока возьмут на контроль, может быть, примут какие-то решения, понятные вот эти предложения, потому что Алексей Владимирович сказал, как раз «Зеленая Россия» партия и мы хотели бы надеяться, что эти вопросы будут дальше прорабатываться. Мне кажется, даже сомнений быть не может, потому что в значительной степени продолжение дела Алексея Владимировича это не только самая партия внутри яблока, а вообще вся экологическая работа партии, потому что, конечно, после прихода Алексея Владимировича зеленое направление в работе яблоков стал, конечно, значительно сильнее. Конечно, естественно, можете только надеяться быть в этом уверены. «Хорошо, спасибо. Это воодушевляет, что называется. Мне бы хотелось обратить внимание на вырубку в Приморске, которые пролетели под Приморский УПК. Это особый вопрос, который сегодня будет посвящен доклад. Мне бы очень хотелось, чтобы не не выходить, а люди, которые борются за это дело, которые борются против уже растачащих вырубок, которые идут в Реиградской области. Конечно, что-то в партии будущего». «Да, я очень надеюсь, что вы кроме того, что мы берем позицию об этом на эфире на террорах и более активно что-то сделать в России. Спасибо. Можно что-то? Валерия, коротко по поводу этого обращения или заявления про общественную организацию. Что-то туда можно ввести дополнительно, чтобы она не просвещала. Про роль общественной организации в первую шестую вещь. Вот это вот в судах. Если вам не того, что спросила про участие общественных организаций в судах, это было бы очень плюс. Из-за одной законов иностранных агентов. Не только экологических, пожалуйста, давайте выкинуть экологических. Я умоляю, потому что я сейчас занимаюсь неопознанными трупами. Ребята, если какого-то из нас убили и паспорт украли, то мы не имеем права признанными быть потерпевшими в суде. Я тут ведь два года пыталась ввести, убийце пришлось ввести адвоката. Мы не могли убитому мальчику ввести адвоката. Сирота, дискриминация, общественная организация, официальный отказ. так давайте выкинем экологических общественных организаций права в суде в пользу. Дорогие друзья, если у вас какие-то есть мысли, вы их изложите, пожалуйста, в письменном виде и пришлите в те адреса, которые были указаны Владимира Михайловича Десятого, секретаря учтения. Вопросы, пожалуйста. Да, пожалуйста, Юлия, я бы хотела знать, можно ли можно ли будет внести какие-то дополнения, в частности дополнительные примеры о том, что у нас происходит в стране, в частности в Ленинградской области. Мы говорили сейчас про оборубки в городе Приморске, а наш комитет по природной присутствии в Ленинградской области разрешил рубки, причем крупномасштабные, на территории планированных опыта. и научная организация проиграли. Вне заседания были проведены чисто формально и, конечно, лесопромышленники получили то, что хотели. Вот я бы такой пример поставила в Резолюцию, если бы не против. Вы просто его пишите. Напишу, обязательно. Я еще хочу задать, что на и на речниках, которые представляют научную промышленную, я полагаю, что мы... Вот я в каком-то таком положении, конечно, удивительном, но от этого я, благо, только выигрываю. Вот мы всегда декларировали, что мы не являемся сторонниками какой-то одной партии, это действительно так, то есть мы вполне аполитичны, я имею в виду и клуб, и ассоциацию, хотя мы с уважением относимся и одобрением к тому, что здесь присутствует яблоко, но я просто полагаю, что есть еще такая нейтральная вполне площадка полномоченных правом человека, и я полагаю, что будет уместно в том числе и там проводить какую-то работу с этими сюжетами. Спасибо. Есть ли еще вопросы? Я хочу напомнить, что у нас есть пицца через комнату, и сейчас человек сделает очень короткое сообщение. Короткое, пожалуйста. Благодарю. Хорошая реманка. Я постараюсь очень кратко, поэтому я буду говорить. Еще раз представьтесь, меня зовут Марина Паркина. Я представляю сразу две гражданские инициативы, это во-первых стоп-порт, а во-вторых Россия безопасная среда. Вот сейчас коротенько про Россия безопасная среда, постараюсь в одну минуту уложиться. Россия должна стать безопасной средой для всего живого. То, что мы видим сейчас, это совершенно противоположная политика, страна превращается в бесконечной насос по выработке сырья. Еще 20 лет обещали нам назад прекратить вот это бесконечное высасывание недр. Однако мы уверенно движемся в этом направлении и что касается особо охраняемых природных территорий, создание новых особо охраняемых природных территорий сейчас практически везде в Ленинградской области заморожено. Комитет по природным ресурсам Ленинградской области санкционирует вырубки защитных лесов в районе Карельского перешейка. В Кингисеппе там очередная горячая точка. В Зеленогорске собираются делать полигон рядом с источником питьевой воды. То есть поэтому конечно Ленинградская область это такая куда ни ткни там везде какая-нибудь больная сона. Дальше конечно по всей стране мусоросжигающие заводы, неконтролируемые вырубки в Архангельской области это многие читали даже к чему это приводит что стали очень значительно сильнее ветра из Арктики и это одна из тоже причин изменения климата поскольку раньше лес выступал своего рода защитой для этих холодных потоков воздуха. Еще также проблему Шиеса все знают то что происходило в этом году в Сибири вот эти ужасающие пожары обмеление реки Лена конечно же тоже связано с неконтролируемыми вырубками лесов по ее берегам поскольку лес большое спасибо у нас есть люди с мест в том числе из Шиеса и из Красноярского края еще 30 секунд да 30 секунд ну тогда последние 30 секунд постараюсь посвятить порту в Приморске да который очень многих из нас я вижу объединил и это очень приятно спасибо всем что вы поддерживаете нас в нашей борьбе и прорываете вот эту информационную блокаду поскольку стройка в Приморске практически не освещается федеральными каналами я написала более 50 обращений в различные государственные органы начиная там от полпреда президента и заканчивая региональными комитетами отовсюду я получаю ответы что все хорошо и все правильно хотя конечно любой здравомыслящий эколог может сказать что если там подлог документов еще на начальном этапе произошел но не может там быть все хорошо и правильно а юристы сейчас юристы Билоны мы с ними уже совещались да там мало того что вот эти 27 признаков фальсификации овоз там еще и распоряжениями Дрозденко мы не можем уже к совершению углубляться да если нашу локомотиву надо будет смести Дрозденко мы его сметем все спасибо дорогие друзья на самом деле если у вас нет вопросов пресс-конференция окончена если у вас есть вопросы она все равно окончена спасибо пула